Всем привет! and welcome to Russian with Dasha! Многие туристы приезжают в Санкт-Петербург летом, чтобы увидеть белые ночи, покататься на кораблике по рекам и каналам, а также увидеть красоту парков и фонтанов. Но чем же заняться в Санкт-Петербурге в холодное время года, зимой и в начале весны? Сегодня я поделюсь с вами своими идеями для классного отдыха. Помимо посещения различных музеев и дворцов, в Санкт-Петербурге найдется огромное количество других развлечений. Список составлен мной в произвольном порядке. Я делаю видео для изучающих русский язык, а также тех, кому интересна культура России и путешествия по России, поэтому не забудьте подписаться на мой канал. Номер один. Самым зимним развлечением в Санкт-Петербурге, да и вообще во всей России, является катание на коньках. Самым красивым катком Санкт-Петербурга лично я считаю каток на острове Новая Голландия. Здесь вы можете взять коньки на прокат, а также специального пингвина, который поможет вам устоять на ногах. Стоимость проката и режим работы вы можете посмотреть на официальном сайте. Помимо катка, рукотворный остров Новая Голландия также привлекает посетителей своими кафе, барами, магазинами. Здесь устраиваются семейные и культурные мероприятия, кинопоказы и фестивали. Номер два. Еще одним классным местом является порт Севкабель. Здесь также зимой работает каток у моря и проходят классные мероприятия. Маркеты, фестивали, концерты и многое-многое другое. Посмотреть афиши у мероприятий можно на официальном сайте. Недавно, например, мы посетили рынок, на котором можно было купить фермерские продукты, а также выставку керамики. И если вы любите керамику или изделия ручной работы, вам нужно обязательно проверить афишу мероприятий и посетить хотя бы одну выставку или маркет. Номер три. Что делает путешественник в Санкт-Петербурге в первую очередь? Конечно же, гуляет по Невскому проспекту и посещает Эрмитаж. Музейный комплекс Эрмитажа состоит из 350 залов. До революции Зимний дворец был также императорской резиденцией. Чтобы пройти по всем залам, нужно преодолеть 24 километра. Напишите в комментариях, если вы хотите отдельное видео про Эрмитаж. В Санкт-Петербурге находится более 200 музеев, поэтому подготовьтесь к поездке заранее. Посмотрите в интернете, какие есть музеи и выберите для себя самые интересные. Если вы едете в Санкт-Петербург зимой, обязательно проверяйте, какая погода. Потому что здесь зимой бывает минус три, плюс три, ноль градусов. Бывает минус двадцать, а бывает плюс десять. Это означает, что вам всегда нужно брать с собой теплый шарф, шапку, удобную обувь и хороший пуховик или куртку, которая не промокает и защищает вас от ветра и влаги. Номер 4. Помимо музеев в Санкт-Петербурге также существует большое количество дворцов. Лично мне очень нравится Юсуповский дворец. Посетители могут прогуляться по княжеским покоям, а также узнать тайну убийства Григория Распутина. Да-да, именно здесь был убит фаворит царской семьи, одна из самых загадочных личностей российской истории. Номер 5. Приехать в Санкт-Петербург и не посетить город Пушкин — это то же самое, что и приехать в Париж и не увидеть Эйфелеву башню. В одном из своих видео я уже рассказывала о царском селе, его дворцах и парках. Здесь красиво в любое время года, а зимой туристов намного меньше, чем летом. Вы сможете своими глазами увидеть большой зал, в котором устраивали встречи императоры, а BBC снимали свою версию книги «Война и мир». Жемчужиной Екатерининского дворца является янтарная комната. В Царско-сельском лицее учился знаменитый русский поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин. Причин посетить город Пушкин очень много. Отведите этому один день. Добраться до Пушкина очень легко на электричке с Витебского вокзала. Я уже делала видео про Витебский вокзал, ссылка появится в углу экрана. Номер 6. А как насчет мастер-класса? Например, в Музее Матрёшки вы сможете не только узнать об истории создания Матрёшки, но и также разрисовать собственную Матрёшку. Номер 7. В Санкт-Петербурге также существует огромное количество величественных храмов и соборов. Моим самым любимым является Исаакиевский собор. На его строительство ушло 40 лет. Вам обязательно стоит посетить собор внутри, а также подняться на его колоннаду, откуда открывается красивый вид на город. В шаговой доступности от метро Невский проспект находится Казанский собор. Вход в него бесплатный, но вам нужно иметь в виду, что во время службы пользоваться фото- и видеокамерой не рекомендуется. На этой же станции метро находится Спас на Крови, который очень сильно напоминает своим внешним видом собор Василия Блаженного в Москве. Именно на этом месте был смертельно ранен император Александр II. Я также рекомендую вам посетить это место. Номер 8. Рестораны, кафе и бары Санкт-Петербурга заслуживают отдельного видео. Я лишь скажу, что вам обязательно нужно посетить самую знаменитую Пышечную города и погладить котика, который там живёт. Пышка — это так называемый советский пончик. Я обычно беру три штуки, вы можете взять больше, а также обязательно возьмите советский кофе. Барная культура Санкт-Петербурга развивается огромными темпами. Бары на улице Белинского, Некрасова, Жуковского, Рубинштейна известны во всём городе и заслуживают вашего внимания. В общем, вас ждёт паб-кроулинг по-русски. Отличный выбор крафтового пива вы найдёте в баре Топ Хопс на Фонтанке. Вам также стоит посетить местные рюмочные и попробовать домашние русские настойки. В них вы найдёте настойки из хрена, укропа, вишни, свёклы, смородины и других вкусов. Почувствовать себя героем советского фильма и попробовать классическую русскую кухню вы можете в тематических советских кафе. Их несколько вдоль Невского проспекта. Номер девять. Отвлечёмся от еды. Не зря Санкт-Петербург называется культурной столицей России. Театров здесь очень много. Я очень люблю смотреть оперу в Мариинском театре. Если вы хотите посмотреть оперу или балет, послушать концерт классической музыки, я рекомендую покупать билеты заранее на официальном сайте Мариинского театра. А ещё попробуйте эклеры в буфете театра. Они просто невероятно вкусные. Номер десять. Выборг — ещё один замечательный город Ленинградской области. Это один из самых красивых городов Ленинградской области. Мы приехали сюда на электричке, и сейчас пойдём смотреть город. Сзади меня находится набережная. А если вы посмотрите туда, то вы увидите крепость, которая была построена шведами в тринадцатом веке. С тех пор эта крепость принадлежала то Российской империи, то Финляндии. А после Второй мировой войны она стала снова принадлежать России и стала входить в состав Ленинградской области. Добраться сюда очень легко с финляндского вокзала. Уделите Выборгу один день. Тем более, что с электронной визой вы можете свободно перемещаться между городами Ленинградской области. Номер одиннадцать. Если вы приехали не по электронной визе, а по обычной туристической или любой другой визе, позволяющей вам свободно перемещаться по России. И если у вас есть несколько дней, я вам рекомендую посетить Карелию. Вы можете снять домик на Ладожском озере и посетить знаменитый горный парк Рускеала. Именно здесь добывали мрамор для строительства Исаакиевского дворца. Природа здесь очень красива, а карельская кухня — это симбиоз старорусской кухни и кухни Северной Европы. Номер двенадцать. Зимой, так же как в любое время года, проходит огромное количество концертов. Послушать классическую музыку, насладиться русским роком и вдоволь потанцевать — всё это можно в Санкт-Петербурге. Итак, ваш план на посещение Санкт-Петербурга зимой, весной или в любое другое время года. Первое. Прогуляться по самым главным улицам Санкт-Петербурга. Начните с Невского проспекта. Второе. Посетить знаменитые музеи, дворцы и храмы. Составьте для себя список заранее. Третье. Попробовать местный крафт, насладиться пышками, оценить блюда советской и русской кухни, а также выпить парочку настоек. Номер четыре. Сходить в театр или на концерт. Номер пять. Посетить местные ярмарки и фестивали. Номер шесть. Сделать матрёшку своими руками. Номер семь. Выделить несколько дней для посещения Ленинградской области. Съездить в Пушкин, Выборг, Павловск, Гатчину или другой город, который вам понравится. Номер восемь. Совершить тур в Карелию, если вам позволяет время и ваш тип визы. Но самое главное — это познакомиться с русскими людьми. На самом деле, многие считают русских достаточно холодными и неприступными. Но, приехав сюда, вы убедитесь, что люди, живущие в России, очень гостеприимные, добрые и отзывчивые. Приехать по электронной визе в Санкт-Петербург вы можете на восемь дней. Распланируйте свой отдых заранее. А также подпишитесь на мой инстаграм, чтобы найти для себя ещё несколько идей. Спасибо за внимание. Желаю классного отдыха. Продолжение следует...